Что ждет криптовалюты в России после принятия закона о цифровых финансовых активах и цифровых валютах? Разработчики эфириума планируют запуск последней тестовой сети эфириум 2.0. Какие биржи запустят систему для обмена пользовательскими данными? Это и многое другое вы узнаете в нашем свежем выпуске новостей. Рада приветствовать вас на канале Битс Медиа. 22 июля Госдума РФ приняла законопроект о ЦФА и цифровой валюте в третьем чтении. Теперь ему остается пройти Совет Федерации и получить подпись президента, после чего закон вступит в силу с 1 января 2021 года. В законопроект добавлены понятия цифровой валюты и цифровых финансовых активов – ЦФА. Закон даст возможность предприятиям выпускать регулируемые токены на частных блокчейнах. Выпуск учета и обращения эмиссионных ценных бумаг на основе ЦФА будет регулироваться Федеральным законом РФ о рынке ценных бумаг от 1996 года. Закон не распространяется на обращение безналичных и электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение без документарных ценных бумаг. Новый закон запрещает принимать криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги, а также распространять информацию о предложении и приеме цифровой валюты как средства оплаты. Однако цифровые валюты в России получат законный статус в качестве имущества. Изменения будут внесены в соответствующие федеральные законы. Но пока не ясно, будет ли этот закон применяться на практике к регулированию открытых блокчейнов и криптовалют. В принятом законопроекте не указано административной или уголовно ответственной за операции с цифровыми валютами. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в первой половине следующего года российские сырьевые компании планируют выпускать стейблкойны. Это Норникель и другие поставщики цветных и драгоценных металлов, а также других сырьевых товаров. Стейблкойны начнут выпускаться после вступления в силу закона от СФА. Уже завершена разработка первых информационных систем для их выпуска. Управление контролера денежного обращения США разрешило коммерческим банкам оказывать услуги по хранению криптоактивов. Ранее кастодиальные услуги предоставляли только специализированные фирмы с лицензией штата для оказания таких услуг крупным инвесторам. Старший советник Джонатан Гуд заявил, что теперь банки смогут хранить криптографические ключи для кошельков. Для этого финансовые организации должны эффективно управлять рисками и соблюдать действующее законодательство. Разработчик эфириума Дэнни Райан сообщил, что окончательная версия тестнета Эфириум 2.0 будет запущена не ранее 4 августа в 16.00 по московскому времени. Для запуска необходимо 16 384 депозита на сумму 32 эфира, причем транзакции должны пройти более чем за 48 часов до создания первого блока в тестнете. Если нужное количество валидаторов не появится до указанного срока, тестовая сеть запустится спустя 48 часов после выполнения условия. К запуску уже готовы клиенты Нимбус, Теку, Лайтхаус и Призм. Еще 4 клиента находятся на стадии активной разработки. Тестовая сеть будет управляться сообществом. Также будут проводиться атаки белых хакеров, чтобы обнаружить уязвимости. Кроме того, уже ведутся работы по сигнальной цепи Beacon Chain, которая станет основным координатором шардов. Пользователи смогут совершать стейкинг в эфирах через депозитный контракт на Эфириум 1.0. Но проводить транзакции с монетами Эфириума 2.0 у них не получится, как и вернуть их до запуска первой фазы обновления. Между тем, комиссии за транзакции в сети Эфириума достигли новых рекордов. По данным Эфирскан, 18 июля сеть использовала 74,33 млрд единиц газа, эквивалентно менее 1,5 млн долларов. Руководитель отдела корпоративного контроля Coinbase Jeff Horowitz сообщил, что биржи Coinbase, Gemini, Kraken и Bittrex запустят единую систему обмена пользовательскими данными. Она будет выполнять функцию информационной доски. Торговые площадки, кошельки, пиринговые, кастодиальные сервисы смогут вводить адреса кошельков и запрашивать персональную информацию об их владельцах. Обмен данными будет происходить в P2P сети. Проект направлен на то, чтобы криптовалютным фирмам было проще соблюдать требования FATF и соответствовать принципу Travel Rule, касающемуся обмена информации о клиентах. Согласно рекомендациям FATF, биржи обязаны запрашивать данные отправителей и получателей транзакции, если сумма сделки превышает 1000 долларов. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы, как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok